МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира телеканала Витебск информационная программа «Семь дзен». Ничего лишнего, только головное. Мы подводим выники, а доходящего тыдня. Сегодня неделя, 25 лютого. У студии Вольга Шмаргун. Витаю вас. Сельская господарка у центра Уваги. Керауниство в области поставило задачи перед аграриями до початку весеннеполявых работ и потребовала перед загрузкой системы подрыхтовки кадров для сельско-господарчей Галины. До ста годзя у Збройных сил Беларуси. У Витебской области уручают юбилейные медали. У сего их отрымают каля трех тысяч ветеранов-армейцев. Дом, где нарожаются семьи. Отдел ЗАГС с Чегунышного района Витебска переехал у особняк конца 19-го ста годзя на березе Заходней Дзвины. Билеты у продажи. Стартовал продаж квитков на мероприемстве международных а фестивалю мастатства у Славянске базару Витебску. Олимпийское золото. У Радженко-Семенщины и рынок Рыуко у складе белорусской команды завоевала золотую узнавороду у биатлонной эстафете 4 по 6 километров на зимовых олимпийских гульнях у Пауношной Кореи. Выборы депутатов мастовых советов отбылись во всех округах Витебской области. Выборщики проявили высокую активность. У регионе проголосовали каля 84,5% грамадян, унесенных у список для голосования. Селетняя выборчая кампания отзначилась удвоя меньше у параунанье с попередними выборами колькостью взворотов и скаргал у областную выборчую комиссию. Во всех 3 112 округах выборы состоялись. Избраны все депутаты всех уровней запланированных. Традиционно есть районы, которые выделяются по явке. Активность достаточно высокая, даже можно сказать очень высокая. Более 95% например было в Мишенковическом районе. Усе 60 депутатов обраны в Витебске областный совет, причем его состав обновился ровно на полову. Первая сессия областного совета депутатов 28-го скликанья запланованная на 26-го лютого. Народные обранники вызначатся со старшинёй совета и складом постоянных комиссий. Селетний год повинен стать пераломным у развитии сельско-господарчей галины. Аграриям потребна забеспечить прирост воловой продукции на 110%, а рентабельность продажу довести до 8%. Выконание этих показчиков напрямую будет залежить от проведения поселной кампании. Про подрыхтовку до весенних полевых работ говорили на посаджении Абл-Ваканкама с подробностями Инны Кирыенкова. Все летнее поселная будет значительно отразливаться от попередних. Как показал опыт опыта прошлых двух годов, необходимо мобилизация сил и сродков с тем, как провести полевые работы худко и якосно. Это ключевые моменты. Сейчас в области створается запас насеяния, горучо-змазочных материалов, минеральных туков. Ведется рамон техники. По куле я готовность складает около 80%. До середины сыковика необходимо довести к ТПК до 95%. Аграры делают ставку на энергонасыщенную технику, которая позволяет работать до 12 тысяч гектаров за сутки. Поэтому все летнее ее на быте в господарках в области будет протягиваться. Мы в прошлом году закупили больше 1200 единиц новой техники. И в этом году планируем такие же объемы закупать новой техники. По закупке новой техники нам помогает немножко областной бюджет. Плюс мы направляем средства Централизованного фонда мясомолпрома. Ну и плюс собственные средства сельхозорганизации. Основная схема закупки – это через промагролизм, как и в прошлом году. Обнадеевает тое, что еще в осень аграры в области подняли на 100 тысяч гектаров ворова больше летышнего. А значит, меньше треба будет заденичать техники на узворвании. Рыхтовать Глебу до поселной будут у две змены. Для этого выращается питание с механизаторскими кадрами, яких не хапая. Проводится перенабучание. Будут протягиваться рабочие руки с предприемств и городов, навод студенты. Всех привлечу. А механизаторы, энергонасыщенные техники, которые задействованы в похоте и культивации, круглосутишна работа. Само по себе оно не спасется и не посеется. И если мы это не сделаем, значит, вы останетесь на тех же объемах, которые и животные будут. Заденичать усе ресурсы для проведения поселной кампании у оптимально стисле термены. При этом строго притрымливаться структуры поселных площадь и технологии севозворотов. Такая задача поставлена перед керавниками районов. С тем, как отримать не меньше за полтора миллиона тонн сбожек. Это то и минимум, який необходимо обеспечить в 2018 году. Открытым застается вопрос о финансировании. На проведение поселной кампании необходимо 268 миллионов рублей. С уликами банковских кредитов, уластных сроков сельгаз-продприемств, обеспеченность необходимыми сроками складает 39%. Отримать недостающие ресурсы сельгаз-вытворцам можно только будет за кошт выручки за сдаденную продукцию. Тому есть затекавлено сеять больше сбожек, капот им реализовывать лишки сбожек по выгодной цене и поляпшать свое финансовое становище. Инна Кириленкова, Олег Чарняк, Новины, Витебск. Целком изменить систему подрыхтолки специалистов для сельгаз-продприемства у Витебской области. Заклика у старшиня Абл Ваканкама Миколай Шарснёв. Подчас нарады по пытаниях забеспечения сельской господарки кадрами, якая пройшла у городку. У размове приняли удел керовники районов, директоры буйных сельгаз-продприемствов и навучальных установ в региону. Подрыхтолки у Артура Смолякова. Полностью изменить программу навучания, сучаснить подходы и повысить якость адукации в самые короткие термины. Такие потребования у старшиня Витебска Абл Ваканкама до подрыхтолки сельско-господарчих кадров. На жаль, сёння пасля заканчання вучобы молодые специалисты не завсёды готовы до самостойной працы. Калі теории, яны володуюць на добрым узровні, то практичным навыкам, як правила, вучацца уже на предприемстве. Миколай Шарснёв певніны, рашэнні ёсць. Неабходно развіваць материальну базу установ адукации и даваць навучэнцам больш практикі. Пригэтым практиканты павінны отрымаць махчымаць зарабляць на ровні зіопытними специалистами. Подготовить высококлассного специалиста, не имея базы, скажите, как это сделалось? Мы хотим, чтобы сегодня пришёл механизатор, имея категорию, и мы могли его сразу же посадить на импортный трактор, Кейс, Класс, Джанзир, Фэнт. Он его в глаза не видел. Да, категорию он получил. Если приходит специалист с ВУЗа, первый месяц работы, он не знает, как сделать отчёт, он не знает, как нам готовить документы, он не знает, как сделать баланс. Не глядячи на то, и что сёня работникам для сельской господарки в области Рыхтуець 12 установ адукации, дефицит квалифікованных кадров у вёзцы зараз одно зголовных пытаньоў. У Витебской области не хапая агрономаў, ветурачоў, зоотехнікаў, тракторыстаў и водителў. Замацавання молодых специалистов ў сельгазпродприемствах крыху вышэй за 50%. Праблема ў низких заробках і дрэннах умовах працы. Миколай Шарснёў адзначаўа, треба створаць мотываціў і мяняць падыходы. У ближайших планах керовництва в области сурьёзно повялічыць зарплату специалистам. Мы должны поменять подходы. То есть мы детей должны и практику дать детям в лучших предприятиях, научить их тому, чого мы хотим от них видеть. И распределить, взять под контроль. И они уходят в лесхозы, в лесничество, куда-то там другие организации. Естественно, основная масса куда-то трудоустраиваться. Но ведь мы же готовим для того, чтобы в селе люди работали. И деньги для этого тратят. Поэтому это очень важно, создать мотивацию. Яшчэ адзін важны нюанс, звязаный с правориентациў, яку ўтрэба проводзіць як мага раней. С дапамогай розны патрымкі і догаворных обавязкаў, яшчэ ўперіэт в учобы, во установах прав техадукацыі, прадприемствы павіны замацаваць за собой будучыцых специалистав і вучыць их на уласной базе, лічыць губернатор. Сёдня вельмі важна сформіраваць астрывалай ўзаэмодзеяне установ прав техадукацыі і серыдніх специяльных навучальных установ с прадприемствами промысловысті і сельской господаркі. Сваім бачыням праблемы і метадамі яе рашэння, пачас размовы ў гарадку, падяліляся керавнікі района, установ адукацыі, прадприемства в області. Звучить правильне бачуна бачуна рішення, щоб зробити базове підприємство, які обіцпечують достойній заробітній платі, які придуть на практику, жилье, соціальне обіцпечують, і щоб человек в дальнішому був заінтересован, щоб трудиться на сіле. Ми зі своєї сторони готовы предложити практику во время обучення в період учебного року проходити практику ось цим студентам на базі наших лучших, сильнейших хозяйств, які укомплектовані новою технікою, у каторых є спеціалісты, грамотно, конфліфіцірані, які готовы ось цим нашим студентам, абитуриентам дати базу. Усі пропановы по удосконаліній системы підрихтовки кадров обугольніць рабочая група, якая буде створена в області у ближайший час. Артур Смоляко уляніт Табола на Віны Гарадок. Сільська господарча витворчасть будзе адным з драйверу занятості насільніства і створення новых працівних місців у Віцібській в області. Прагноз ситуації на рінку праці пауночного регіону працтавіли спеціалісты шведській дзержавній службы занятості. Разом з Камітетом по праці, занятості і соціяльній обароні Абл-Ваканкама, яны реалізують сумісний праект «Удасканаліне дзейнасті службы занятості насільніства Біларусі», яго фінансує шведське міжнародне агенство па супрацівністві у галіній розвідця. Хто запатрабаваны на рінку праці? У матеріялі Юлія Устіновай. Сьогодні середні статистична безпрацівна в Віцібській в області гэта 44-гадовы мушчына, які має профісійно-технічну адукацію, які профісії будуть запатрабаваны на рінку праці ў бляжайший год. Спеціалісты Віцібській службі занятості шукалі адказ разом з міжнародными експертами. У Швеціі прагноз рінку праці складається двойшы ў год. Гэта дазваляє адсочваць і грамотно планаваць работу. Здабытай у даследуванніх інформація важна для грамадзян, які стратили працу і має вялікае значэння для економіки країни. Досвідчений чоловік зможе худше подладкаватися під обставини, пройдування і отримає нову працу, тим самим ён повісить узровінь занятості. А як відомо, ключовими факторами розвиття економіки з'являється занятость насільництва і високая продукційність праці. Такий прогноз рінка труда делається для того, щоб иметь возможность оценить развитие в будущем, оценить развитие рінка труда. І, исходя із этого, планироваць як паліціку рінка труда, так і акцівні меры содействі занятості. Прагноз складзіна на підставі апытання організацій, які оказываюць значно уплыв на форміравання рінку праці в області. У даследованній прынялі ўдзел 156 наймальніка у дзержавній і прыватній формы власності розных сфер економіки. Агульная колькасть работніку гэтых прадприємства 82 тисячі чоловік. Павідах економічной дзейності 37% респонденту адносяцца да апрацючай прамысловасці, 17% – да сільській гэсподаркі, 15% – да будавніцтва. Аналіз економічных, демографічних пакашчыкаў і выніку апытання наймальнікаў дазволілись прагнозаваць тенденцій на рынку праці, падрахтаваць і прадставець баромітр махчымаці ў праці у латкавані на 2018 год. На основі цього барометра професій мы определимся с учебними заведеннями, подскажем, какие нужны професії, на каких надо обучать більше, но характеризується тем, що сегодня рынок труда все-таки востребован квалифіцированными специалистами. Сегодня нужны люди грамотні, с современными знаннями і современными умениями. А це нам буде давати естественна система образування. Сегодня коэффициент напруженности на рынку праці регіону, колькость беспрацовних на одну вакансію, складає 0,7. Специалисты стверджають, що наметились останніші тенденції. Эксперты прогнозують, що у 2018 годі повеличатся об'ємівы творчості і послух, буде створено більш працівних місців. Поширатся махчимості праці у латкавані для квалифікованних вопытних работників с широким спектром умений і навыков. Основная маса новых працівних місців буде створена у апрацівчій промысловості сельській лясної господарці Гандлі. Юля Устінова, Сергій Котов, Новини, Витебск. Верхня Дзвинск рихтується до дажінок. У гэтым годзі фестываль кермаш працівніков вёскі прийміг гэты прыгожий город з багатой історій. Каля 200 аб'єктаў увайшлі у план реконструкції. Старшыня Витебскага Аблова Конкама Миколай Шарснеў разом з кераўніством района обмеркаваў ход робот і підкреслів, що про їх проведінні необходно улічваць патрэбы гараджан. Со століцы будучіх дажінок Віктор Праліч. Масштабне переутворення Верхня Дзвинска пакуль напереді. Основная работа зараз у більшості своёй знаходзіць у статусі проектно-кошторысной документации. Реконструкції і завершення будовли чекаюць каля 200 аб'єктаў. Сделали основання, зделали тут мелярацію, выставили бордюр, субботника потратили 20 тисяч новыми деньгами. Субботникам. Ну і здесь хотім то, що ви говорили, з'язавць универсальну спортивну площадку з гараждеў, з искусним покрытием. Можна буде там футбол. То есть мы полностью гаражуваем? Да, 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 да. Отдельні площадки. Ну, хоккейна. Пожалуйста, приходите, треніруйтесь. Сярод головных і чеканных жихарам є фізкультурно-спартывний комплекс. Работы тут почалися у вересні минулого года. Будынок планують зробіць шматфункціональним. А крымя тренажёрный і фітнес-залы з'явіцца тут і басейн. Ребятишки, ну, чуть-чуть трёхлетні. От 4 до 6, от 6 до 9, і от 9 до 6. Вы по годам называець? Да. То есть 4 лет? Ну, в принципе, понятно. Здесь можна начинаць процес обучення. Да, да, да. Три навыки давать. А там три дорожки нормальні, на которых можуть плавати. Просто і дзіць. А вось былую гостіницу перетворюць у одно заздаленью поліклініки. Тут разміститься дзённий стаціонар, а так само приём будуть вести у рачі о вульній практики. Закупять і сучасне обсталявання. Ему ещё, конечно, хотімо здесь ферографічний аппарат устанавити. Ну, Юрий Головець завіряє, здесь какие-то тут средства привлечь сюди. Централизованного замка по республиканському бюджету. Да, да. Успіся реконструкція особним пунктом стоїть і доброупорадкованні місцю відпочинку гораджан. Верхнязьвинск. Город з багатых історій, мінавіта і набуде натхнять мостаков, які займаються упрагожуванням вулиц і паркав. Город, віць, основався на рекі. На рекі. Була гравна магістраль. Була, да, да, да. А чудо жість начиналася? Губернатор так само зайшоў у районний Дом культуры. Зараз тут і дзі рамонт. У планах привезти ў парадок ФАЕ сцену репітаційныя класы. Дом культуры – одно з любимых. Місцю відпочинку Верхнязьвинсів. Мясцовы артисты відомы далёко за межами района. Каля дзясятка колективу має звання народных. Усеяны ўжу рыхту цвяточную програму до фестивалю Кермашум до жінки 2018. Віктор Праліч, Леонід Табола, Новини, Верхнязьвинск. В Беларусі стартовала третя неделя предпринимательства. Ее центральным событием станет Ассамблея деловых кругов «От возможности к реальности». О том, в каком формате пройдет в этом году встреча с представителями бизнеса и о других финансовых новостях расскажет начальник отдела кредитования дирекции Белинвестбанка по Витебской области Наталья Иванова. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Ольга. В этом году Ассамблея деловых кругов пройдет в формате диалога о проблемных вопросах предпринимательства. В рамках мероприятия предусмотрены две дискуссии по деловому климату и развитию цифровой экономики. Так совпало, что во время недели предпринимательства с 26 февраля вступают в силу основные положения декрета номер 7 о развитии предпринимательства, нормы которого способствуют улучшению деловой активности. И результаты уже заметны. Изменились подходы контрольной деятельности, открылось второе дыхание у агроэкотуризма и ремесленничества. Положительные тенденции в экономике Беларуси были отмечены и Евразийским банком развития, который улучшил свой прогноз по росту ВВП с 1,8 до 2,6%. Как отмечают эксперты Евразийского банка, принятые в 2017 году решения по либерализации бизнес-среды будут способствовать повышению потенциала экономики в долгосрочном периоде. Евразийский банк развития выразил мнение о возможном ускорении инфляции в Беларуси в 2018 году. Для недопущения этого ожидается, что Национальный банк будет использовать более осторожный подход к снижению ставок, сохраняя ставку рефинансирования на уровне от 9 до 9,5%. А теперь о курсах валют. На уходящей неделе белорусский рубль проявил силу и укрепился сразу ко всем основным иностранным валютам. Американский доллар боролся наиболее упорно. Начало недели для него было ознаменовано четырьмя повышениями подряд. Однако на пятничных торгах курс доллара резко снизился до минимального за последние четыре месяца значения в 1,96 рубля. Европейская валюта в течение недели только снижалась. В итоге на сегодня курс евро составляет 2,41 рубля. Курс российского рубля также в течение всей недели снижался. Однако в пятницу он незначительно укрепился, остановившись на значении в 3,46 рубля. С вами была Наталья Иванова и финансовые новости от Белинвестбанка. До встречи. Спасибо, Наталья. Это итоговая информационная программа «Семь дней». И мы продолжаем. Все это у Збройным силам Беларуси исполнилось 100 годов. Урочистости с нагоды Дня оборонцов Айчины ладилися во всех городах и районах в области. Парад войсков и митинг пройшли у областных центров. Кировництва в области, представники працовных коллективов и громадских организаций, ветераны и школьники собрались на площади перемоги для монумента советским воинам, партизанам и подпольщикам. Военно-патриотичная программа началась с складания кветок и ванков до вечного огня. Гудельники митингу отдали Данину Паваги, загинувшим у годы Великой Айчинной войны. Со святом витеблян и у всех оборонцов Айчины повиншавал старшиня витебского харваканкама Виктор Николайкин. В святочную программу протягнули показальные выступления витебских кадетов. После некольких батальонов пройшли урочистым маршем, а рота 103-й особной гвардейской мобильной бригады выступила за оркестром. Я выбрал носить погоны военные, потому что с детства обращал внимание больше на военных людей, так как они были очень дисциплинированные, всегда ходили с такой выправкой. Мне всегда тянуло к оружию. Мне это все нравилось. Праздник, который объединяет всех нас, мужчин и женщин, которые рожают героев, которые защищают свято свою Родину. И я горжусь, что я жил в Советском Союзе и что живу в современной Белоруссии. Праздник – это земля святая. В этот великий день, праздник вооруженных сил столетия, день защитника Родины, я хочу, конечно, всех поздравить витебчан с этим великим праздником, пожелать здоровья, пожелать всем стойкости, мужества, уверенности в завтрашнем дне, хорошего праздничного настроения. Всех с праздником, уважаемые дорогие родные витебчане. Святошные мероприемства, присвеченные Дню оборонцов Айчины, протягнулись в концертной зале Витебск. Тут собрались процедовники розных поколений, от ветеранов войны до молодых солдат и офицеров Витебского гарнизона, а так само – процедуники молодежных организаций и научальных установ города. Слобы подяки и веншаванних учали у адрес военнослужащих и ветеранов Узброенных сил с пожаданиями поспехов у працы и службы на корысть краины. Урочистой сустречей и митингом у Езярыщи финишовал 100-километровый марш-шкедок витебских и российских десантников. В лыжном переходе удельничали разведчики 103-й особной гвардейской поветроно-десантной бригады. В городовском районе яны сустрелись с братами по сброи из Российской Федерации. Подчас лыжного перехода десантники ускладали к ветке допомников и воинских похований. Мы затронули те деревни, в которых военных гарнизонов нет. Специально было выбрано так, что мы проходили по этим деревням, памятники приводили в порядок и отдавали воинское приветствие. Поэтому получилось, с белорусской стороны мы в 19 захоронений прошли, и российская сторона 22 захоронения. Если брать нашу всю великую историю совместную, ее же нельзя разделить. Ее нельзя разделить. Потому что, ну как можно забыть тех первых героев, которые 100 лет назад первые организованные бойцы дали под Псковом и Нарвой? Как можно забыть людей, которые защищали Брестскую крепость в годы Великой Отечественной войны? Те, которые бились за Сталинград, обороняли Одессу. Ведь этого нельзя забыть. Кто это сделал? Защитники Отечества. Поэтому и в России, и в Беларуси отмечается этот святой для всех праздник – День защитника Отечества. 100-километровый марш кедо кладился у хонор Дня оборонцев Айчины и 100 годзя Узброенных сил Беларуси. Урачистые мероприемства, перемеркованные до этой даты, пройшли по всей Краине. Первый у Витебской области медаль 100 годов Узброенным силам Республики Беларусь уручили же хору областного центра Алексею Михайловичу Иванову, у дельнику Великой Айчинной войны. Юн вызволял от немецко-фашистских захопников у хород Гродно. Воевал у Прибалтицы и у Сходней Пруссии. Юбилейный медаль ветерану уручили военкам в области Руслан Шкодин и старшиня областной организации ветеранов Сергей Альсевич. Он как-то праздник для всего народа считается. Если рассматривать с точки зрения 18-го года, когда были декреты написаны, почти все население, нет такой семьи, что если не все служили в армии, то кто-то обязательно служил в армии. В течение всего года будут награждаться остальные категории, подлежащие награждению. Это те, кто внес весомый и значительный вклад в развитие строительства вооруженных сил, те, кто принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании, ну и другие категории лица. Медали 100 годов Узбройным силам Республики Беларусь у Витебской области отримают каля трех тысяч ветеранов Узбройных сил. У Витебска узнагородзели переможцов акции «Громадзянская мужность». Я ее лауратами стали жахары в области, которые своей необыяковостью допомогли попередить и раскрыть правопорушения. Акции «Громадзянская мужность» все лет исполняется 10 годов. За этот час я ее переможцами стали несколько десятков человек. За урочистой церемонии Виктор Пралич. Г этой традиции 23 лютого у День оборонцов Уайчины отзначать людей с активной грамадзянской позицией, якие проявили свою мужность, все лет исполнилось 10 год. Адметно, что мужчинское свято на сцену уздымается выключено представницей жанночого полу. В серотыхе Наталья Пракопович. Жанчина проявила мужность и попередила крадеж державной майомости на одной из фермерских господарок у Сенинском районе. Его стала переможцей в номинации «Народный детектив». А три одноклассницы с 1-й Новополоцкой гимназии не побоялись оборонить свою майомость, гуляячи на улице, невядомы поквапився на их мобильные телефоны. Девчата не разгубились и начали за им погоню. Надо помогу подоспеву необыяковой мужчины, який выклику милицию и злоде удалось исхопить. Девчата стали лауреатами номинации «За смелость и расшучасть». Вся школа нас очень сильно хвалила, гордилась нами, за то, что мы совершили такой поступок. За необыяковость отрымала узнагороду и социальный работник Катерина Вишневская. Чулевая до чужой бяды не только по характеру, алей по профессийному обовязку, кинада помогла зловить серийную злодейку. До одинока проживающей состарелы, Тая пришла не с бескорыстливыми намерами. Тогда ее удалось утячь, аля празд месяц Катерина Вишневская знов зауважила зломысницу, яка явно цикавилась ся черговой ахвярой. На гэтый раз Катерина поталефоновала 102. Знаете, когда такое происходит, ты не думаешь, ты идешь и делаешь. Но потом оказывается, что долго. За 10 год основания проекта «Громадзянская мужность» на сцену управления внутренних справ вздымались десятки человек. Часом, разыкующий собой, они не побоялись попередить и допомогать раскрыть правопорушения. Почути справедливости для их не просто слова. Все больше и больше количества людей нам помогает. Ежегодно мы эту помощь получаем от 50 и более граждан, которые значительно нам помогли. Это не просто телефонный звонок о том, что какое-то горе или беда у соседа, там, ночью что-то происходит, к пример. Вот это те люди, которые помогли изобличить конкретного преступника, кто задерживал его. Мы каждый год чествуем детей. Дети, они, наверное, от того, что, может быть, такие вот, скажем, с обостренным чувством справедливости, с обостренным чувством добра, они, может быть, даже и в обществе и подмечают вот это зло, то, что происходит что-то неправильное на улице, порой даже быстрее, чем наши взрослые. На урочистую церемонию узнагородживания запросили и молодь, кадетов и школьников, как на таких прикладах громадянской нужности выховывать подрастающее поколение, хотя есть чем у получиться и дорослым. Виктор Пралич и Леонид Табола, Новины Витебск. Первую пару молодых урочистов зарегистровали в Новом Захсе Чегуночного района Витебска. Раней отдел размещался у невеликим помешканне у администрации, а теперь переехал у особняк на березе заходней двины. Реконструкция будинка протягивалася некальки годов, и первая початковая его рыхтовали зусим для инших метов. Решение пристосовать по будову под районный палац урочистых обрадов принял старшиня Витебска Гагарвы Канкамы Виктор Николайкин. И он же литерально празд год перерезал червоную стушку при открытии Захса. Наша здымочная группа присутничала на урочистостях. Гэтому будинку на березе заходней двины больше за 120 годов по архитектурных и стильовых особливостях вызначили. По будованный он был, як жилый дом, у концы 19-го стагодзя. Больш докладная дата невядомая. Стены уцарели подчас великая чинный у 49-м дом был адновленный и вот зараз отримал уже третье житцо. После масштабной реконструкции тут з'явился прибудова, мансарда и вот эта арка. Адновленная по старых фотостымках начатку 20-го стагодзя. У таких шыковных умовах с трех районных захса у Витебска только чыгуночны. Реконструкция будинка частково финансовалася с городского бюджету. Старшиня Харваканкама Виктор Николайкин абсолютно справедливо называет яго палац. День свайго вя селля мэр памятая Якучора. Хотя и было гэта 32 годы тому. Недавно же они у сына, там уж любная тема для яго актуальная. Работали здесь строители, работала администрация района, работал город. Часть средств была направлена с городского бюджета. Часть мы попросили и большое спасибо отликнулись предприятиям, организации, спонсорам здесь по основному оборудованию, созданию интерьера. У якости подарунка одно из витебских предприемств у легкой промысловости пошило оденье для супрацовника у районных отдела ЗАГС. Атмосфера урочистости теперь тут пануя ваусим. Першими марш Мендельсона подшули Юлия Нестерова и Андрей Шухто. Их шлюп зарегистровали в чугуночном ЗАГСе одразу после новоселья. Конечно, мы безумно счастливы. Память. Мы ее долго будем держать. Конечно, это очень-очень значимое наше событие. Готовились долго, чтобы запомнить это. Все-таки это на один день, который должен остаться в памяти, чтобы можно было рассказать нашим детям, внукам. Веншавание и подарунки не от тольки адродных, а и от керауниства города. И мэр у якости гонорового гостя. Таким запомнится молодым гэта весельный день. Виктор Николайкин пожедал долгого и счастливого життя и обовязково вернуться у гэтые стены для регистрации дятей. В 2017 году мы зарегистрировали 456 браков. Из них 201 брак был зарегистрирован в торжественной обстановке, то есть почти половина. Мы зарегистрировали 411 рождений. Территорию вакуу будинка районного Захса приведутся парадок у летку. На бережной дзвины улюбенное место отпочинку гараджан. А помненьку архитектуры теперь гарантованная не только державная Ахова, а и мельганне на весельных фотосдымках. Вольга Шмаргун, Александр Прыставка, Новины, Витебск. А вось центральный палац урочистых обрадов города Витебска будет побудованный в 2020 году и станет одним из объектов до областных дожинок, яке празд два годы заплановано провести миновито в Витебску. Об этом поведоми у на открытии чигуночного районного отдела ЗАХС старшиня Витебского гарвы Конкама Виктор Николайкин. Зараз идет допрацовка проектно-кошторисной документации. Месцем будовництва нового палаца Шлюбов станет историчная частка города на бережной араки заходняя Дзвина. Мы планируем его создавать все-таки в исторической части здесь на берегу Дзвины и для того, чтобы он соответствовал исторической части и центральной части и соответствовало тому назначению надо поработать и в первую очередь поработать именно архитектором. Поэтому мы сегодня работаем над проектно-сметной документацией. Как только она будет готова, тогда мы будем рассматривать сроки строительства уже непосредственно объекта. Мы планируем, что мы его построим за год-полтора. Новые узнагароды беларусов на выставе «Продэкспа» у Москве. Одразу два золотые медали завоевала продукция Минского завода виноградных вин. Два бренды предприемства отрымали высокую от знаку журы. Народная марка. Производитель лучших товаров Беларуси. Обладатель золотых звезд и то место, где делают игристое, которое пришлось по вкусу самому Депардье. Минский завод виноградных вин благодаря инновациям вниманию к сырью и технологии ломает стереотипы. За хорошими алкогольными напитками больше не нужно стремиться в магазины «Дьюти-фри». Все есть в Беларуси. В спорте об этом сказали бы. Участник прошел квалификацию. Теперь можно и на Олимпиаду. В мире продуктов питания и напитков такой Олимпиадой называют московскую выставку «Продэкспо». И здесь Минский завод виноградных вин держит марку уже 9 лет. Все отраслевые конкурсы «Продэкспо» своят разный измерительный прибор для дистрибьюторов. Они понимают, что отмеченные наградами продукты прошли контроль уровня качества, который не вызывает сомнений. Например, что касается вина и крепких напитков, то в основном все судьи конкурса имеют квалификацию международной школы виноделия со штаб-квартирой в Лондоне, что подтверждает их статус как профессиональных дегустаторов. Никакого допинга и предвзятых экспертиз пробы конкурсных напитков комиссия вскрывает и оценивает вслепую и тайно. Главные критерии – вкус, качество и чистота продуктов. У белорусов в этом спринте золотой дубль. Приглашаем наших белорусских друзей Минский завод виноградных вин. Водку с вояками оригинал – золотая медаль. Выдержанное советское шампанское Лев Сапега – золотая медаль. Мы говорим о том, что качество наших напитков, белорусских напитков, очень повышается в последнее время. И шампанское Сапега, оно реально показывает очень большой потенциал. И потенциал выдержки, и структуру, и очень хорошую игру пузырьков, и дает прекрасное настроение. Это великолепное шампанское. Медаль за свояк оригинал. Почему я его хотел бы отметить? Потому что эта водка произведена из просто спирта Белальфа, и плюс специально подобранная вода. Когда мы сделали этот купаж, у нас получился очень интересный продукт, который и мягкий, и очень гармоничный, и питкий. Успех белорусов, говорят эксперты, вполне закономерен. На Минском заводе виноградных вин используют самые передовые технологии. Генеральный директор даже защитил докторскую диссертацию по производству шампанского. И спрос на белорусский продукт за рубежом растет. Медали и дипломы престижных выставок, проводимых в Бельгии, Великобритании, США и России, это свидетельство того, что белорусские производители не уступают в конкуренции лучшим зарубежным брендам. Благодаря высокому качеству белорусской продукции постоянно наращиваются экспортные поставки. И сегодня продукция нашего предприятия представлена на рынках 23 стран мира. А недавно белорусский производитель заключил контракты с Канадой и Японией. Но награды и экспортные достижения не повод останавливаться, считают на предприятии. Это опять же как в спорте. Выиграл один старт и сразу же начинается подготовка к следующему. По возвращении из Москвы на Минском заводе виноградных вин начнется работа над новыми продуктами. Группа специалистов уже запланировала поездку во Францию, в провинцию Шампань. Туда, где о секретах виноделия знают все. Региональное сопрацовнество у гуманитарной сферы спрыяя политичному и экономичному диалогу державу. Такое меркование выказали удельники посаджения Комиссии парламентского схода по социальной политике на вузы культуры и гуманитарных пытаньях, якое на этом тыдне пройшло в Витебску. Областный центр не выпадково обраны местом проведения сустречи. Город-столица фестивалю мастатства у Славянский базар у Витебску, який символизует спрадвечные братерские совези помеж краинами-суседками Беларуссию и Россией. Депутаты обмерковали прайоритетные накерунки и першочарговые задачи далейшего развития союзной державы на 2018-2020 годы у формировании агульной культурно-информацийной просторы. Обмерковали проблемы и перспективы белорусско-российского супрацовнества уголения культуры. Расглядели планы по распроцовуце и реализации проекта у программ и мероприемству социально-культурной накерованости у рамках союзной державы. Мы наметим основные направления развития законодательства по сближению в области культуры, потому что мне кажется, что это основное направление, которое сближает наши народы, потому что общая у нас история, потому что у нас общие духовные ценности, и как раз именно отрасль культуры, она и воспитывает и мировоззрение человека, и отношения между нашими братскими народами, потому что ближе, чем Белоруссия, конечно, у России нет государства, нет стратегического партнера. Патенциал у гуманитарных относинок вельми великий. И, как лишать у дельники посяжения, додатковый импульс им даст селетний год, який объявленный в Беларуси годом малой родимы. Программа 27-го международного фестиваля у мастатства у Славянский базар у Витебска сформирована на 90%. Прогатана пресс-конференция, поведомил директор форума Александр Сидаренко. Первые билеты поступили у продаж 23-го лютого. На протягу трех ден их можно было набыть выключено у витебских кассах. С 26-го лютого квитки станут доступны у интернете и у билетных операторов по всем свете. На первом этапе реализации у продаж поступили квитки на концерты на галовной сценичной пляцовцы у летнем амфитеатры. В программе фестиваля будут представлены, как известные популярные артисты. Многие из них уже бывали на фестивале. Это такие артисты, как Николай Басков, Ирина Аллегрова, хор Турецкого. Впервые у нас будут представлены на главной площадке группа «Мумий Тролль». Впервые будет концерт рэпера, это будет Тимати. Будет очень большое количество сборных концертов, такие проекты, как «Золотой хит». 27-й международный фестиваль мастатства у пройдя с 12 по 16 липеня. Додатковые мероприемства по традиции пройдут до открытия и после закрытия форума. Сярудь их шоу братов запашных – Уфо, цирк зыншой планеты, яке приме лядовый палат спорту. Профсоюзы и прокуратура на этом тыдне провели правовый прием грамадян у Витебском районе. Пытания, что вздымали жахары, тычились с штатного раскладу про доставление от починку, а так самый льгот потерпелым о товаре на Чарнобыльской АЭС. По усих хвалюющих проблемах, с якими свернулись люди, дадены отказы и тлумачения, оказана практичная допомога. Основные вопросы были и остаются, конечно, связаны с трудовыми правоотношениями. Это и контрактная форма найма, это рабочее время, конечно же, сроки и размеры выплаты заработной платы, внесение изменений в коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка. Также граждан интересуют и наших работников жилищные правоотношения, как приватизировать жилое помещение, какие правила проживания в общежитиях, оплата жилищно-коммунальных услуг. Как показывает анализ и практика этих совместных приемов, что эффект и эффективность достигаются. Поставленные вопросы, естественно, даются разъяснения, которые в дальнейшем и применяются на практике этими работниками или представителями юридических лиц. Суместные мероприемства по нагляде и громадским контролю за выконанием працованного законодавства проводятся с листопада 2016 года. За этот час по допомогу свернулись больше 700 человек. Дякуючи умешальненству профсоюза, у работникам вернуто каля 600 тысяч рублев. Гэта выплаты, які належали им по закону. Заработная плата, отпускные, кончатковый разлик, прозвольненни. Оптимизация дорожного руху. На Радео Витебск отбылась опрамая телефонная линия с начальником областной дзержаутоинспекции Михаилом Дядзечкиным. Дайлог и шоу у Радео эфиры на протягу целых годины. У адрес керовника службы поступили каля 80 пытанню. Полковник поспел отказать только на полтора десятки. И выслуха в шерах пропанул от гораджан на кунт поляпшения организации дорожного руху. Про то и как, да и реагуя на такие звороты, у наступным материале нашей программы. Коллективный зворот у областной дзержаутоинспекции Жихары Новобудовли с улицы Белобородова накеровали у конца Снежня. На дорозе с довольно интенсивным рухом тут не было обозначенного пешеходного перехода. Специалисты оценили ситуацию и дорожные знаки выросли в личные дни. У микрорайоне Белева на улице 33-й армии ситуация и у Вогули склалась анекдотичная. Тут у некольких шмат поверховок переехали новоселы, а их в улицу ясче не сдали у эксплуатацию. Ни разметки, ни знаков, ни тротуаров. У отказ на зворот Жихароу держаутоинспекторы приняли радикальные меры. Было принято решение выдать предписание директору УКС города Виземска предприятия, осуществляющего застройку на данной улице, о разработке временной схемы организации дорожного движения и последующей ее реализации. В данный момент часть проезжей части на этой улице закрыта под строительство, по ней движение не осуществляется, все движение осуществляется по одной из частей. А вось микрорайон Тарны на дворот, перонасыщенный дорожными знаками и разметкой, правда усеяны, не отповедают с нормативом. Мясцовые в улице николи не примала у эксплуатацию Держаутоинспекция. Жихары с этим уже взвыклися, а звернулись у ДАИ за обсталяванием на центральной улице Заречной до даткового пешеходного перехода. Надея Кирыловна водитель с 40-годовым стажем, да инспектору у ЯЕ множество пропанул. Автобусная остановка, переходить, люди ведут детей в сад детский, в школу дети, на автобус бегут люди, если увидят, что он идет. Где нам здесь вот переходить? Это надо вот туда идти или вот идти к старому Тарному? А магазин построили, тем более дети бегают теперь в магазин, отпускают детей, это опасно. Просьба обгрунтованная, специалисты с местижами не стали спрочаться. Беспека людей перж за усе. То есть ваше обращение понятно, все логично, человеку должен быть обеспечен нормальный подход, главное безопасный. Такими сговорливыми супрацовники ДАИ бывают не каждый раз, да и свороты городжан не за усе да оправданы. Пропановы, зауваги и меркование по электронной почте областная державная инспекция приимает постоянно, с них выбирая рациональное. Для улучшения организации дорожного движения ГАИ УД Витебского областного полкома в глобальной сети интернет завезена электронная почта под названием «Компетентный собеседник». Открытый диалог Gmail.com, на которую жители и гости Витебской области могут направлять свои замечания и предложения по ее улучшению или оптимизации. Это касается повреждения дорожных знаков, отсутствия разметки неправильно установленных знаков, либо вообще отсутствующих, по мнению населения, знаков. Кроме того, население может высказывать свое мнение по внедрению инновационных методов в дорожной инфраструктуре. Керауниство в области доручило областной державной инспекции ясше раз перегледить обсталявание в уличной дорожной сетке у приватности оправданность установки дорожных знаков. На гэтую тему у эфиры «Радо и Витебск» с гораджанами поговорить и начальник областной ДАИ Михаил Дядичкин. Деалог запланованный на четверг 22 лютого. Первые поведомления в социальных сетках начали поступать. Поудельничать у оптимизации дорожного руху может кожны. Больга Шмаргун, Леонид Табола, Новины, Витебск. Об проблемах с обсталяванием в уличной дорожной сетке жихары Витебска звертаются и на горачую линию телерадио-компании Витебск. Семья Ивашчанка, у калей стамилась описать звороты УДАИ с просьбой убрать установленного под вокнами их дома ляжачага полицейского, пателефановала с журналистом. После того, как наша здымышная группа выехала на место, поговорила с жихарами и запросила супрацовника УДАИ долучиться до диалогу, проблема была выращена. Штучную неровность убрали литерально праздникальки дён. Як высветлилась, не было никакой потребы устанавливать яя для самого дома, усяго полтора метра от стены. Убрали очень быстро. После вашего приезда, буквально 5-6 дней, они поспешно убрали его. По всему было чувствовалось, что они не правы во всём. Спасибо большое. Нагадаем, пропановы по организации и обсталявании в уличной дорожной сетке можно накеровывать на сайт Управления ДАИ Витебского Абл-Ваканкама. А кроме того, с 26 до 28 лютого будет дейничать горячая линия Держаутоинспекции. Телефоны для зворотов МТС 721-4444, Волком 621-4444. Жудесная трагедия у Новополоцку. Собака породы Далматин прокусил голову 8-месячному дитя. Зараз хлопчик находится у Витебской областной клиничной больницы у нейрохирургичном отделении. Обставины с дарыни высветляют Новополоцкий городский отдел Следующего комитета. Виктор Пралич высветлял подробязности. Молодая мать с маленьким хлопчиком приехала с Полоцка у Новополоцк до бабули в гости. У Квадеры находился хат-негодованец. Собака породы Далматин, який по невядомых причинах покусал маленького хлопчика за голову. С телесными травмами дитя доставили в мясцовую больницу, а потом перевезли в Витебскую областную клиничную больницу. При поступлении у ребенка множественные укушенные раны головы с повреждением костей черепа, ушибом мозга, развитием пневмоцефалии. Ребенок сразу же оперирован, выполнена трепанация черепа, устранены дефекты, вдавлены отломки, убраны, ликвидирована пневмоцефалия. Урачи оценили травму, як тяжкую черепно-мозговую. Операция тягнулась и калять двух годин. Зараз житю хлопчика ничего не погражая. Стан потерпелого стабильный. Новополоцкий городский отдел следчего комитета высветляет обставины здарения. Установлено, что 19 февраля около 10 часов 25 минут ребенок вместе с мамой находился в гостях у бабушки в Новополоцке. Когда взрослые были на кухне, ребенок вместе с ними, его укусила собака. То семья характеризуется положительно, в социально опасном положении она не находится. Как подобное могло сдариться с бескривдной породой далматин, кинолог со стажем Иван Гылка здявляется. Эта собака, каже опытный эксперт, характеризуется довольно миролюбивыми относенными с человеком. Верогодно, у этой ситуации ролью отыграли некольки фактов. Скорее всего, что этой собаке не было никакого воспитания. И когда приехал маленький ребенок к бабушке, собака не жила с маленьким ребенком. Там, естественно, была, может быть, какая-то агрессия от мальчика к собаке. Собака к этому не была непривыкшая и, может быть, учупнул или еще что-то. И поэтому она проявила агрессию. Но в этом нет вины собаки. Здесь большая вина – это людей, хозяев, владельцев. Зараз собака-далматинники, мои все документы и прищепки, знаходятся с госпадыней потерпелых хлопчик у больницы. Виноватить и покарать собаку в дадзенном выпадку – самый простый выход. А можно и вспомнить про то, что мы в отказе за тех, кого приручили. Виктор Пралич, Александр Прыставка и Станислав Дудзян. Новины. Витебск. Женочная сборная Беларуси по биатлоне завоевала золотые узнокороды у эстафетной гонцы 4 по 6 километров на зимовых олимпийских гульнях у корейским Пхенчхане. У составе нашей команды у першиню олимпийской чемпионкой стала урадженка Сененщины Ирина Крылко. Представница Витебской школы биатлону у складанных умовах на дворья удала провела другую стральбу. И не отстала от итальянки Дароты Вирар и представницы команды Словакии Анастасии Кузьминой. Старшиня Витебского Аблваканкама Миколай Шарснеу и старшиня представництва Национального олимпийского комитета Беларуси у Витебской области Владимир Тярентьев повеншовали нашу землячку Ирину Крылко, я ее коллег по золотой команде и тренеру с яскравым выступлением и заслуженной узнагородой. Такая целеустремленная была. И один раз надо было сказать, и все. Не надо было мучиться с ней. Чемпионы всегда делаются, как говорится, в одном экземпляре. Они все такие завышенные требования. А с этой не было проблем никаких. Ну и было видно, что добьется чего-то. Первой в истории командой уладальником пероходящего Кубка Федерации биатлону Беларуси стала сборная стреляющих лыжников в Витебской области. Это новое республиканское споборнество сярод белорусских юнаков и девочат. Урочистый трофей наши земляки завоевали подчас гранд-финалу, который проходил в республиканском центре олимпийской подрыхтовки Раубичи. Подробь из ней расскажет Сергей Мисурагин. Финальный этап Кубка Беларусской Федерации биатлона собрал в Раубичах лучших представителей команд всех регионов Украины, города Минска и экспериментальную группу выхованцев Новополоцкого государственного училища Олимпийского резерва. Дальше первые три этапа прошли именно в новополоцком биатлонном центре. И на начале лидерства спортсменов полношного регионов было не таким видовошным. Наши земляки после первого этапа вышли другими. И только потом подшелся методичный уздым на пьеда стал. Убачить гранд-финал с поборниц в Раубичах собрался больше за 2000 болельщиков, которые активно поддерживали своих земляков. Очень классная атмосфера, все круто. Даже несмотря на погоду, все равно хорошее настроение. Всегда побеждает белорусский биатлон. Не важно, какая область победит. Юные спортсмены выступали у коляровых шапочках, які символизовали принадлежность до команды. Биатлонистам Витебской области достался зеленый колер, новополочанам – белый. Наши земляшки пошли, и аще далей их шоке упрыгожили червоные сердцинки. Это как бы нас случает еще больше, как у одного команды. Может, придает уверенности, как талисман. У споборництвах выступали 150 биатлонистов, у яких выиграли свои областные турниры. Лепших вызначали у четырех взрослых группах. Молодь змагалась за медалей, як у особистам, так и командным залейку. Спрэшкой шла у гонках с массовым стартом спрынтей, смешанных эстафеток. Увы, неку бескомпромиссной боротьбы, переходящий кубок Белорусской Федерации биатлона, завоевали стреляющие лыжники полношного региона. Это дает детям чаще стартовать и добиваться уже потом более высоких результатов. Я надеюсь, что с этих ребят молодых, которые показали хорошие результаты, через четыре года кто-то уже может появиться на Олимпиаде, а кто-то может и медаль завоюет. На Витебшине кубок будет враховываться до наступного турнира. А кроме того, лучшие биатлонисты со старейшей группы пополнят юниорскую сборную и отправятся уже простый день на юниорский чемпионат света у Эстонии. Сергей Мисурагин, Новины, Раубичи, Минская область. Областное культурно-спортивное свято «Витебская лыжня-2018», якое ладзялось в субботу в городку, собрало сотни прихильников здорового ладу життя из всех районов Придзвинского края. Лыжные гонки, рухомые гульники, концертная программа. Спортивная вихура на Воробьевых горах никого не покинула Абияковым. Об этом мы расскажем у наших наступных выпусках новин, а зараз со спортивным анонсом наступного титня мой коллега Сергей Мисурагин. Волейбольный клуб Марка ВДТУ рихтуется выступить на пауфинальном этапе розыгрышу. Баскетбольный Рубон чекает у гостя чемпиона краины Сталичных Цмоку, а гонбалистки Витебчанки померятся силами с Березским Березьцем. Горнолыжники сберутся у Силичах, спортивные гимнасты у Минску. У областном центре будет ладиться турнир по вольной борьбе. Почну с представников гульнявых видеоспорта. Другого и третьего саговика баскетболисты Витебского Рубона проведут домашние поединки суперчемпиона Беларуси Сталичных Цмоку. Да, гэтуль подопешный Руслана Байдакова двойче на выезде уступили Могилевскому Борисфену. Матчи с лидерами розыгрышу на пауфинальный гульняв плей-офф повинны стать доброй проверкой сил для наших земляков, капудала выступить у нокаут-раунде. А у волейбольным розыгрыша Гадзина Икс стартует девятого саговика. У гэты день починается пауфинальный этап розыгрышу. Гэта боротьба у падгруппах за выходу в финальную четверку. Сапериньки Маркова ДТУ по падгруппе еще не вядомы, але вядомы, что перший тур с паборництву пройдет у Витебску. Так само у домашних стенах на гэтом тыдне два свае поединки проведе гандбольная команда Витебчанка. 28 лютого наши землячки чекают у гостя суседа по турнирной таблице Бреска и Бересте. У витеблянок есть комфортное адриво от соперниц, якие они будут имкнуться повялишить. А третяга саковека у суббота до витеблянок завитая столичный БНТУ. Миншанки разместелись на другим ротку розыгрыши. Госпадынь для цовки чекают непростое сопростояние. В опошной сострыжи витеблянки уступили соперницам с розницей у некакими отшоу. А зараз до инших темп. Так само витебске атлеты планують выступить на открытых республиканских спаборництвах на празы олимпийских чемпионов по спортивной гимнастыце. Спаборництвы пройдуть у Минску. У стаиках будет ладиться першество краины по вольной боротьбе сарат юниору. А Гомель пройме аналогичный старт по скашках на акробатышной дорожце. Сергей Мясурагин, Новины, Витебск. Размовляем по беларуску и долучаем усих до родной мовы. С таким закликом у Витебским державным университете имя Машерова пройшли мероприемства промеркованные до Международного дня родной мовы. Викторыны лекции, сустречи с литераторами, театральные постановки. У атмосферы белорусскости окунулся наш корреспондент Инна Кироенкова. Варто переступить порог университета и одразу чуешь белорусскую говорку. У студентов сегодня особливый день. Усе размовляют только по-белорусску. У всех жадающих запрошали принять в дело викторыни и проверить, насколько добро ведаешь родную мову. Не застались у Баку и замежные студенты. Мы готовили, когда готовили, очень много слов перечитали. Очень подготовленные уже, так сказать, все наши студенты, которые принимают участие именно в организации. Вот такой у нас маленький урок был. Не глядясь на то, что я учусь на русской филологии, я так само могу размовлять на белорусской мове. Это вельми важно, как кожный человек мог хоть нечто касать народной мове. По статье ведомых белорусских осветников, предметы национального побута и роменства можно было побачить на каждом по версии. Витаем вас со святом родной мовы и запрошаем вас на наши мероприемства. У театральной творчести студенты снова-таки звернулись до белорусской классики. Для своей постановки выбрали знаками тою купаловскую пьесу Паулинка, которая сегодня не губляет своей популярности сирот молодцы. Правда, на этот раз у интерпретации туркменских студентов она загучала на інший, сучасный лад. Как зауважила главная героиня пьесы, ужиться в роли Паулинки было вельми легко. Кожное белорусскомовное слово, як и национальный побут и традиции, знаем ее из детства. И было только чудовно и приемно все в это створить. То, что сегодня отбылось в спектакле, который с их делом ладился, и они еще батькам, сябрам свои краины отправить, мне здается, есть и дружба народу, и тая приемность, которую я особо отчуваю, когда они начинают говорить на моей родной мове. Ничто так не одна, як мова и культура. Во университете намерены ладзить больше таких мероприемств. Мабыць, тады и прыхильников родной мовы, сярод великой студентской суполки, стане больше. Размавляй по белорусску! Инна Кириенкова, Сергей Котал, Новини Витебск. Это была выниковая информационная программа «Семь дзен». Сустренимся в наступную неделю на телеканале Витебск. Усего доброго! Редактор субтитров А.Семкин